Привет, друзья! Меня зовут Игорь Ким. Сегодня мы поговорим о панических атаках. Причины возникновения панических атак – симптомы и как с ними справляться. Что такое панические атаки? Панические атаки – это возникновение страха смерти или страх чего-то плохого, как будто случится сейчас именно с тобой, но при этом всё хорошо. То есть это беспричинный страх смерти. Вот это и есть паническая атака. Они проявляются очень по-разному. Бывает, парализуют тело, тот просыпается, это называется сонный паралич, они глаза открывают и не могут ничего сказать. Это один из видов. Другой, когда человек, выходя на улицу, ему кажется, что его собьёт машины, кому-то кажется, что за ним следят, другим кажется, что сейчас остановится почему-то сердце. То есть это беспричинный страх, который возникает неизвестно почему. Это и есть паническая атака. При этом человек, который с этим никогда не сталкивался, ему кажется, что человек просто не может себя держать в руках. Это как-то он слабый, малодушный, ничего подобного. Это недуг, с которым справиться самостоятельно практически невозможно. Как справиться с паническими атаками? Вообще я рекомендую всем сначала обратиться к специалистам. Почему? Потому что специалисты, психотерапевты, даже психологи справляются с этим достаточно быстро. Но если ты хочешь самостоятельно, это первое, нужно осознать, что твоей жизни ничего не угрожает. То есть нужно понимать, что твой страх, он без причины. Это первое. Второе, со страхом можно договориться. То есть ничего страшного не происходит, я в абсолютной безопасности. И отчасти аффирмация вот эта, что этот мир для меня безопасен, он будет успокаивать твой ум и сознание. И третье, нужно просто сделать три или четыре глубоких вдоха и выдоха и постараться успокоиться. И после этого в любом случае идите к специалисту. Почему? Потому что есть процессы, которые необратимые. И потом уже будет сложно себя контролировать, очень будет сложно работать с собой специалистом. И очень, знаете, я еще вам скажу так, что очень сложно найти специалиста своего. Очень важно, чтобы ты нашел своего человека. То есть того человека, на которого у тебя есть реакция или доверие. И это тебе поможет справиться с паническими атаками. На этом у меня все. Пишите в комментарии, были ли у вас когда-нибудь панические атаки, как вы с ними справлялись. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, я обязательно на них отвечу. Пока.